Привет! Что читаете? Сегодня дежурной по чтению я, Алина Осокина. И я расскажу вам о новинке фонд Дворца книги «Повести Анны Матвеевой. Перевал Дятлова или Тайна девяти». Анна Матвеева – известный прозаик, автор романа «Завидное чувство Веры Стениной», а также нескольких сборников рассказов. Она уроженка Екатеринбурга, финалист премии «Вольшая книга» и национальный бестселлер. «Перевал Дятлова» – это мистическая история о таинственном происшествии в горах Северного Урала. Зимой 1959 года группа студентов во главе с Игорем Дятловым отправилась в поход и пропала. Их долго искали. Когда нашли погибшими, загадок только прибавилось. Множество людей строит теории, что же произошло, то есть злополучное ночью. Но ответа не знает никто до сих пор. В моей квартире очень холодно. На внутреннем термометре плюс 11. Воображение требует медвежьих шкур, грубых рук, ломающих непропеченные кости у костра. И чтобы блики пламени путешествовали по бородатым лицам. Непременно. Середина ноября началась традиционная уральская забава. Битва за согревание. До марта буду пинками поднимать себя в студенную утреннюю жизнь. Кот мягко запрыгивает на подоконник и рассматривает что-то ему одному видимое ведомое за окном, где черный воздух и капустный хруст снега. Я не борюсь с холодом в моей квартире. Я не жалуюсь. Нет смысла. Будут говорить, что у нас мэр-ворюга. И теперь мне холодно от того, что ему под лицу тепло. Еще мне расскажут, что новые дома редко бывают теплыми. А мой дом новый. Ему всего лишь 5 лет. И батареи здесь неправильные, и окна такие, что утеплить нельзя. Спасаюсь искусственным теплом обогревателя, бесчетными кружками чая и жду весну. И можно жить, и можно ждать. Вот только в последнее время все чаще показывают мне, как фильм, один и тот же сон. Высокие плотные сугробы, черные ели, тощие кривые березки. И летит ко мне в предпоследний год тысячелетия свист смертельного, убивающего ветра. И как тихий подголосок ему тяжелое дыхание замерзающего человека. Снежные крошки на красном лице, несгибающиеся ладони, закрытые глаза. Вечером я проверяю, хорошо ли заперто. В такое время живем, что засовывая решетки лучшие друзья. Я тихонько дергаю за дверную ручку, потом на всякий смотрю в глазок. Там стоят люди, тихо, не шевелясь. Маленькое стеклышко глазка искажает их лица, но я вижу, что они улыбаются. Две девушки и несколько мужчин. Все в лыжных брюках и штормовках. Вы к кому, спрашиваю. Они молчат. Я замечаю лыжи, приставленные к стене. Куда понесло их в лыжный поход по такой погоде? Ненормальные. Кот вьется возле моих ног, будто бабочка на площадке пусто. Открываю дверь, слышится вежливый запах папирос, и снег лежит у коврика. Утром в дверь начали колотить с такой силой, как будто забивали ее гвоздями со мной внутри. Глянув на часы полвосьмого, гады, выпрыгнула из теплого одеяльного убежища. «Аня, открывай скорее!» Это я услышала еще на подлете к двери с дополнением плач, крики и прочие элементы коллективной паники, которые начисто изничтожают первоначальную злость разбуженного. На площадке, где вчера были лыжники, стояла моя соседка Ира и с ней еще какие-то люди. «Аня, пусти позвонить!» «Умер Эмиль Сергеевич!» Ира всклипнула и заговорила быстрее. Из ее рассказа я поняла немногое. Ира всегда торопится в разговоре. Пока она звонила по моему телефону в скорую, милицию и похоронное бюро, я вышла на лестничную клетку и, пробравшись между соболезнующими спинами соседей, зашла в Ирину квартиру. Ирину переживания можно понять. Свекор был единственной опорой для нее и ее маленького сына. Жили на его пенсию и приработок, сути которого я не знала. «Ну ничего!» – утерла слезы Ира. «Зато умер легко!» «За что за то?» – подумалось мне. Вслух я произнесла. «Ира, мне очень-очень жаль. Я могу тебе как-то помочь?» Ира сказала, что спасибо, нет. Да и чем тут теперь поможешь? На выходе я все же решила спросить у нее. Понимаю, что это совсем не кстати, но ты не видела вчера ночью группу лыжников у нас на площадке? Ирма молча покачала головой и снова ушла в свое горе, как в глубокую нору. На похороны Эмиля Сергеевича я не попала. Пришлось лететь в Москву. Речь шла о моей книжке, так что пропускать встречу не следовало. Летела в самолете над заснеженной землей и представляла, как его опускают в могилу на Широкореченском кладбище. Рядом над гроби сына Ириного мужа, которого убили на улице пьяные подростки. На снегу возле подъезда еловые веточки. А когда я вернулась через четыре дня, прокляв все и вся, потому что встреча была абсолютно дурацкой, роман в издательство брать не захотели, могли бы и по телефону собаке известить, Иры в соседней квартире уже не было. Уехала к матери в Серов с мальчишкой вместе, пояснила Надежда Георгиевна из 95-й. Сказала, что квартиру эту будет сдавать. Не знаю, Ань, кто сюда жить приедет. И как только она не боится, ведь там и мебель оставила, и ковер. Ковер и мебель у Иры просто никакие. Но Надежда Георгиевна живет еще хуже, и ей сравнивать не с чем. И холодно у Иры в квартире так же, как у меня. Но ведь у нее-то еще и ребенок. Я отвернулась от Надежды Георгиевны, чтобы открыть, наконец, свою дверь. Но старушка сказала, Ань, зайди-ка ко мне. Прямо с сумкой, но вежливая. Зашла в обшарпанную 95-ю. Жуткий стариковский запах, вместе лекарства, старая кожа, бедная, несытая пища, шерстяные носки, в которых ходили не один день. Губы у Надежды Георгиевны, тем не менее, накрашены. Вот какие отзывы оставляют читатели об этой книге. Матвеева умничка. Она собрала всю документалку, но облекла ее в художественный роман. И читать хорошо, и мысли героини интересные. Кроме того, в конце книги автор сделала, на мой взгляд, блестящий ход конем. Она озвучила все собранные версии, как и прочие, но каждая дала процент вероятности. Читала с упоением. Помню, что еще в юности увлекалась этой загадочной историей, которую до сих пор никому не дает покоя. Матвеева – талантливая писательница, владеющая жанром, словом и стилем. В своей книге она рассмотрела более десяти версий произошедшего. Прочиталась интересом. На самом деле, это сборник множества фактов о походе дятловцев, обернутый в бытовое повествование о жизни главной героини. Считается легко. Информация подается дозированно. Кростой мере, чтобы не сгибели мозги. Протянула плотную папку, набитую бумагами, и два больших мятых конверта картонного цвета, прорванных по краю. Это Ирка тебе велела передать. Емель Сергеевич все сидел с этими бумажками и говорил, что надо бы с Анной посоветоваться. Она ведь литератор, но стеснялся. А теперь Ирка говорит, эти бумажки только выкинуть. А тебе вдруг сгодятся на что? Я зашла в окончательно выстуженную квартиру. Котишка на страшной скорости прилетел меня встречать, так что когти заскользили по паркету. Сделал полицейский разворот и сам испугался, прижал уши. Кормить тебя не забывали, шуми. Я бросила папки и конверты Емеля Сергеевича в кресло и пошла в кухню поставить чайник. Странно, чайники уже никто никуда не ставит, просто кнопку нажимают, а слово осталось. За спиной раздался хлопок и долгий шелест. Шумахер вспрыгнул на спинку кресла. Содержимое папки и конвертов лежало на ковре, словно еще один ковер. Бумаги, отпечатанные на старой машинке типа Москва, документы, написанные под копирку разными почерками, ксерокопии географических карт и рисунков, газетные вырезки, отксеренные так, что посреди белоснежного листа томилась крошечная заметка. Фотографии скверного качества и толстая подшивка страниц в 200. Это она так звучно хлопнула об пол. Я подняла ее. Бледно-серая печать, еще одна ксерокопия и явно неполная. Многих страниц не хватает. После восьмой сразу 25. Дело прекращенное уголовное. О гибели туристов в районе горы Атартен. Начато, закончено. Я наугад и, видимо, удачно раскрыла папку. Обстоятельства дела. 23 января 1959 года самодеятельная группа туристов в составе 10 человек отправилась в лыжный поход по маршруту Евдель, гора Атартен. От участка 2-й северный в лыжный поход пошло 9 человек. 1 февраля 1959 года группа начала восхождение к горе Атартен и вечером разбила палатку у высоты 1079. В ночь на 2 февраля при невыясненных обстоятельствах произошла гибель всех 9 человек. Следующей в деле была фотография лыжников, которые стояли перед моей дверью в прошлую пятницу. Две круглолицые девушки, брюнетка и блондинка, веселый парень в шляпе, еще один с чуточку раскосыми глазами. Мне такие нравятся. И глаза, и парни. Но ведь прошло 40 лет, и если даже предположить, что я сошла с ума, и мне всякое мерещится, непонятно чего им, лыжникам, от меня надо. Я не турист, и даже не любитель природы. Мне никогда не приходилось жить в палатке или ходить на лыжах. И самое главное, мне всего 30. Я не знала никого из этих туристов. Не могла знать. Снова, теперь уже сначала. Открыла копию уголовного дела и стала читать все по порядку. Прокуратура Российской, Советской, Федеративной, Социалистической Республики. Прокурору Свердловской области, государственному советнику, юстиции третьего класса, товарищу Клинову. Лично. Возвращая прекращенное уголовное дело о гибели туристов Дятлова и других. Приложение 1, дело в одном томе, приложение 2, альбом. Зампрокурора РСФСР, государственный советник юстиции третьего класса ураков. Тут же шла надпись от руки коса, как гордые писатели обычно подписывают свои книжки. От Роговой, по указанию Клинова, просьба хранить в секретном архиве, пакет хранить в производстве. 11, 7, 59 год. Я все-таки решила выпить чаю. В конце концов, папки и эти странные бумаги от меня не убегут. Кроме того, надо было подумать о том, что же это за странные явления такие со мной происходят. Раньше помогала думать сигареты. На самом деле мешало, конечно же, от курения тупеешь, это правда. Теперь остался только чай. И тут случилось следующее. В голове у меня начали крутиться шесть цифр, как песни. 8, 5, 1, 4, 9, 2. Крутились и крутились. Цифры были разные. Ни одна не повторялась в комбинации. Индекс, код, пора лечиться. Зазвонил телефон. Телефон. Я взяла трубку, ошиблись номером. Спросили Евгению Иванову. Тогда подумала, 8, это ведь межгород. Не может быть такого номера. Все равно набрала. И радостный инфантильный голос ответил. Поздравляю, вы первым дозвонились до радио ля-бемоль. Первый. Машинально поправила я. И что теперь? Зачем я до вас дозвонилась? Вы победили в нашем конкурсе и теперь должны подъехать за потрясающим призом. Тут в трубке что-то зашипело, послышалось дикие выкрики. Я вообще-то не хотела участвовать в вашем конкурсе. Инфантильный голос засмеялся с явным недоверием. Записывайте адрес. Я покорно взяла ручку. Рефлексирующий интеллигент самой противно. Анна Матвеева стала первой, кто написала «Перевали Дятлова». Ее повесть была опубликована в конце 2000 года в журнале «Урал». В повести две сюжетные линии документальная и художественная. Линия из дневников и документов о группе Игоря Дятлова и линия главной героини. Несколько мистических совпадений заставляют главную героиню отказаться от задуманной повести о школе. Вместо этого она пишет о гибели студенческой туристической группы, произошедшей задолго до ее рождения. Авторы используют радиограммы, выдержки из материалов уголовного дела и дневников погибших, а также воспоминания их знакомых и поисковиков, сопровождая все это собственными рассуждениями. Узнать о том, что же произошло с дятловцами по версии Анны Матвеевой, можно только прочитав книгу. А найдете вы в центре чтения дворца книги. А вы читали Матвееву? Делитесь в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok